Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». Рубрика «Епархиальные вести» расскажет о том, чем запомнилась эта неделя в Липецкой епархии. Великое торжество праздника «Преображение Господня» собрало в этот день большое количество верующих в Задонском Рождество Богородицком мужском монастыре, где во Владимирском соборе праздничную литургию возглавил митрополит Липецкий и Задонский Никон. В этот двунадесятый праздник церковь вспоминает, как на горе Фавор было явлено откровение всех лиц Святой Троицы. Апостолам было позволено увидеть явление Сына, при котором Отец свидетельствует глазом Его Сыновство из светлого облака Святого Духа. По словам святеля Иоанна Златоуста, «Преображение Господня произошло, дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Его пришествия на облаках во славе с ангелами». По традиции праздника митрополит Никон осветил в этот день плоды нового урожая. «Слава Тебе, Христе Боже, бывание наше! Слава Тебе!» Освященные фрукты верующие понесут домой, где с благоговением во дне Успенского поста будут принимать пищу благодаря милостивого Бога. В воскресенье 19 августа епископ Усманский Ефимий посетил преображенский храм города Липецка, чтобы разделить с прихожанами радость великого праздника Церкви – преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В память значимого евангельского события владыка Ефимий совершил божественную литургию в сослужении настоятеля храма протеерея Константина Боязова и духовенства епархии. «На горе превозился Ефимий, и я, Божий, Меча, Пученица Твоя, Слава Твоей, Христе Божией, Витиша, да и гдать я уже на спинаема, страдания в божественное творное, мира и жироповедя, я тут и всего истину в общее сияние». За богослужением владыка Ефимий совершил таинство хиротонии, рукоположив в сан Диакона Сергия Кораблина, пономаря Липецкого храма священномучника Уара. Христос, спаситель, представший на Фаворской горе перед учениками в неописуемом свете, был видим для них изменившимся, но на самом деле он никогда не изменялся, а только приоткрыл апостолам частицу своей божественной славы, которая раньше не была доступна их духовному зрению. Праздник этот на протяжении веков напоминает людям, что Господь призывает всех разделить с ним эту вечную славу через веру в Него и уподобление Ему. Также в День Преображения в храмах освящаются плоды нового урожая – виноград, яблоки и другие фрукты, приносимые членами церкви, как бы в дар Богу. И приносите Тебе дар в очищение грехов священным и святым телом Христа Твоего, снижа благословенности, соприсвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Праздник этот на протяжении в храмах освященного плодов продолжился на улице во время торжественного крестного входа. Предоследуясь за праздничной иконой, священнослужители и миряне в молитвенном шествии прославляли Господа Иисуса Христа. Когда церковное собрание вернулось в храм, владыка Ефимий обратился к собравшимся с архипастерским словом об истории и значении праздника преображения Господня. Господь с тремя учениками Петром, Иаковом и Иоанном уединились с своим учителем на горе Фавор. Господь часто уединялся ночью для молитвы. И эти три ученика, наверное, больше всех из 12 апостолов не хотели оставлять своего учителя одного. И вот они увидели, как Господь преобразился на горе, и одежды ставили белы, свет осиял все окружающее. Когда мы увидели Моисея и Илью, пророков, в предании говорится, что эти три апостола, Петр, Иоанн и Яков, символизируют собой веру, любовь и праведность. И, наверное, не зря эти три апостола были на горе, показывая нам, что только благодаря вере, любви и нашей праведности мы также можем преобразиться уже в этой жизни. В событии преображения Господь показал миру, что только чистые сердцем узрят славу Божию в земной и будущей жизни. Желаем каждому православному христианину чаще вспоминать об этом и всеми силами трудиться над очищением своей души. Уже 14 лет в Липецке действует Негосударственное образовательное учреждение Православная гимназия имени преподобного Амбросия Оптинского. Все учащиеся получают в ней среднее полное общее образование, а также изучают основы православной веры и культуры, истории церкви. С 2011 года директором православной гимназии является Марина Сергеевна Щурко. Дети, оканчивая православную гимназию, выходят высоконравственными детьми, а это только польза для всего вообще сообщества нашего российского, потому что дети наши очень отличаются от других детей, вот именно своим отношением и к делу, и к учебе, и к людям вообще. Во вторник, 21 августа, в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино открылась областная педагогическая конференция под названием «Образование на пути к будущему. Новый ученик, новый учитель». Собравшиеся на форуме педагоги, руководители муниципальных органов управления образованием и представители администрации Липецкой области обсудили приоритетные образовательные проекты и задачи, стоящие перед педагогической общественностью региона в предстоящем учебном году. На церемонии награждения работников сферы образования глава администрации области Олег Петрович Королёв вручил благодарственные письма представителям педагогических коллективов. 26 образовательных учреждений, среди которых и Липецкая православная гимназия, получили гранты за достижение наилучшего качества образования. «Негосударственное общеобразовательное учреждение гимназии имени Аброси Олкинского Липецкой партии». «Второй год мы уже получаем грант за высокие достижения в образовании и воспитании наших детей. Весь полностью коллектив трудится для того, чтобы добиться высоких результатов. Дети наши участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, занимают призовые места. И высокие показатели ЕГЭ, ОГЭ – все это, конечно, оказало большое влияние на то, чтобы нас заметили, за то, чтобы нас наградить». Совсем скоро начнется учебный год, и школьные кабинеты снова наполнятся учениками. Желаем всем учителям успеха в их трудном, но, несомненно, важном деле. Православные храмы После долгих лет безбожного управления советской власти православные храмы вновь наполняются молящимися, а по городам и весям вновь совершаются крестные ходы, где в едином молитве объединяются сотни верующих. Мы побывали в Митрофано-Тихоновском крестном ходе и узнали, о чем же молится православная и какая цель у современных крестных ходов. 20 августа, в день памяти святителя Митрофана I епископа Воронежского, более сотни верующих, желающих пройти с Митрофано-Тихоновским крестным ходом до города Задонска, собрались в Липецком храме в честь преподобного Сергия Радонежского. Здесь, после совместного участия в литургии и причастия святых христовых тайн, они получили благословение на долгий путь. Сейчас мы отслужим молебен, обратимся с молитвами к святителю Митрофану, его сегодня день, и к святителю Тихону, потому что именно к празднику святителя Тихона должен крестный ход прийти в Задонск, с тем, чтобы помогали нам и сегодня, и завтра, и всегда. Очень сильная молитва, очень сильно, когда идешь в крестный ход, очень сильная молитва, помогает не только мне, лично мне, но и те люди, которые рядом со мной идут, потому что идти, это непросто, потому что просто, когда стоишь в храме, молишься, это очень хорошо, а когда ты идешь ногами, когда тебе тяжело, когда солнце падает, конечно, это бонда. После водосвятного молебна и окропления святой водой верующие еще несколько минут отдыхают, но вот выносят иконы, хоругви, и медленно с молитвы начинается шествие. Пять дней в пути до Задонска и более 60 километров предстоит пройти крестоходцам из Липецка, делая небольшие остановки с целью питания и отдыха. Первый раз я вот с таким тяжелым рюкзаком иду, а все остальные, вот, крестные хода, мне даже не тяжело идти. Сколько мы идем, иконы не тяжелые, они по 25 килограмм есть, но вообще не тяжело, вот, идем километров по 12 каждый день. Бабуль, до конца пойдете? Как Бог даст, и как родственники, да, разрешат. Ну, родственники-то разрешают. Разрешают пока. Как Господь управит и Тихон Задонский. Раньше доводило, а теперь не знаем. Митрофана Тихоновский крестный ход относится к категории торжественных крестных ходов. Его отправными точками являются города Липецк, Воронеж и с недавнего времени Елец. Из них выходят три группы крестоходцев, которые двигаются в направлении к общей цели. Участие в торжествах, посвященных представлению и второму обретению мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. В целом, практика совершения крестных ходов укоренилась в церкви достаточно давно. По традиции, они осуществляются в некоторые праздничные дни при освящении храмов, перенесении мощей святых угодников и чудотворных икон. Крестные ходы – это вообще очень древнее установление. Даже в Ветхом Завете уже были крестные ходы, можно сказать. Ну, не совсем, конечно, надо их назвать крестные ходы, но то есть прообразы. И вот Скини Завета несли, и даже вот путь из Египта в Святую Землю, тоже это крестный ход. И в дальнейшем использовались они для многих целей. Прежде всего, когда неприятель нападал вокруг стен города от всяких заразных болезней. Конечно же, не менее важно то, что в крестных ходах мы просим Божьей помощи во всех вот невзгодах. Сегодня, 23 августа, мы находимся в селе Конь-Колодець, где встречаем крестный ход из Воронежа. Он действует с 1995 года, и в этом году насчитывает более тысячи человек из разных уголков России. Ежегодно этот крестный ход объединяет людей разного статуса и возраста. Здесь нет ни богатых, ни бедных, есть только соборная молитва. На протяжении всего пути не принято разговаривать, ведь большинство крестоходцев идет за Донск не просто за компанию, но чтобы помолиться Богу и Его Пречистой Матери, святителям Митрофану и Тихону. Я ждала весь год вообще-то этого крестного хода. А во-вторых, меня влечет, что сюда попадаешь, тут такую благодать получаешь. У меня потом хватает сил на двух работах работать. Это раз. Во-вторых, я прохожу крестный ход, у меня у папы охлевка с метастазом в печени. Вы можете себе представить? Я сама не могу понять, каким образом это действует, но в результате врачи сказали, месяц или два больше, полгода не проживет. А уже пять лет и десять месяцев, и правая рука начала действовать. Святителю Тихону Задонскому шестой раз иду. Это очень хорошо. Помогает. Молитвенно и нравственно. О прощении грехов, прощении грехов рода нашего и продолжить Господа славить за чудные дела Божии, за все, что Господь нам поцелает, дает каждый день радость, мир, благодать. Удивительно, что пройдя большую часть пути, паломники почти не чувствуют усталость, а некоторые и вовсе полны силы. Первоначально можно показаться, что им помогает хорошая физическая подготовка. Но глядя на стариков и детей, понимаешь, что силой им дает сам Господь. С Воронежа иду с двумя детьми. Какой возраст ваших деток? Ну, пять и двенадцать. Устали? Нет. Даже силы нет. Тяжело. Но надо это сделать. Нужно для души, для своего какого-то духовного пути, чтобы стать сильнее и крепче. Вот с подружкой в первый раз. Нам, конечно, тяжело. Нас очень поражают бабушки, которые обгоняют нас, бегут и не устают. У них ничего не болит. Нам, конечно, тяжело. Но мы собираемся, идем к Тихону, молимся ему, читаем Акафист. После долгого пути верующие собираются на молебен у стен Иоанна Богословского храма села Кунь-Колодесь, приход которого участвуют в крестном ходе ежегодно, организуя для паломников трапезу и место для отдыха. Перерыв достаточно небольшой. Крестоходцам он дает возможность подкрепить свои силы и помочь нуждающимся. Долго дорога вносит свои коррективы, так как не все переносят ее одинаково. Всех объединяет нас то, что мы преодолевая трудности, учимся прежде всего молиться Богу, несмотря на то, что у кого-то мозоли, где-то холодно, потому что ночи уже стали холодные. Где-то, может быть, у кого-то какие-то болезни, может быть, у кого-то какие-то проблемы уже между собой. Кто-то, может быть, кого-то толкнул, кто-то, может быть, спотыкнулся, может быть, у кого-то что-то потерялось. И вот в этих всех наших трудностях, искушениях мы приобретаем где-то доверие Богу, где-то послушание. Долгий путь для паломников подходит к концу, и уже совсем скоро они придут к святителю Тихону, который, укрепляя людей на столь нелегком пути к нему, вознаграждает каждого своими молитвами ко Господу. В рубрике «Тебе поем» смотрите музыкальный видеоклип «К тебе, святитель, Задонск в обитель». Авторскую песню на слова настоятеля Троицкого храма посёлка Дачной игумена Стефана Киселёва исполняют монахини Мария Ююкина и Наталья Равенская. Задонск Позади километры дороги Я в Задонск утомлённый входил Вдруг увидел, как шпиль колокольный По золотой сенебо пронзил К тебе, святитель, Задонск в обитель. Из мира скорби я пришёл здесь, У мощей святых целебных Своей душе покой нашёл. Ты сюда, отче Тихон, в обитель Божьим духом водим и пришёл. Подвязавшись к посте и молитве Стал святым, рай дорогу нашёл. К тебе, святитель, Задонск в обитель. Из мира скорби я пришёл здесь, У мощей святых целебных Своей душе покой нашёл. Здесь у мощей святых целебных Своей душе покой нашёл. Вновь и вновь над мощами склоняюсь, Получая от них благодать. Разве можно, что чувствует сердце Языком человечим сказать? К тебе, святитель, Задонск в обитель. Из мира скорби я пришёл здесь, У мощей святых целебных Своей душе покой нашёл. Здесь у мощей святых целебных Своей душе покой нашёл. Завершая нашу передачу, мы приглашаем вас принять участие В торжествах, посвящённых святителю Тихону Задонскому, Которые пройдут 26 августа В Задонском Рождество-Богородицком Мужском монастыре. Всего вам доброго и Божьей помощи! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова